И в продолжение темы дня памяти жертв политрепрессии с обретением независимости на государственном уровне были предприняты шаги для сохранения памяти о жертвах этой трагедии. В 1993 году был принят закон о реабилитации жертв массовых политических репрессий. С 1997 в этот день вспоминают погибших и безвина отправленных в лагеря людей. Наш корреспондент побывала в печально известном Алжире, а также поговорила с потомками узниц. На территории Казахстана находились одни из самых крупных лагерей структуры ГУЛАГ – Степлак, Карлак и Алжир. За годы репрессий туда, по ориентировочным данным, было сослано более 5 миллионов человек. По сути, республика превратилась в одну большую ссылку. Это территория лагеря Алжир, открытого в 1938 году. Сюда привозили жен изменников родины, размещали их вот в таких бараках. Конечно же, это уменьшенная современная копия, поскольку в настоящем размещали около 300 узниц. Одновременно здесь находились около 8 тысяч жен изменников родины. Всего за 15 лет функционирования лагеря, этапом через него прошли около 20 тысяч женщин 62 национальностей. Однако точных данных, сколько из них выжило, до сих пор нет. Перед вами представлена инсталляция, она называется «Оковы», и с собой она представляет тюремную камеру, в которой женщин содержали во время ареста до отправки в лагерь. Репрессированные обвинялись в национализме, вредительстве, саботаже и шпионаже в пользу иностранных государств, а также в антисоветской агитации и пропаганде. А их родные становились врагами народа. Жен отправляли в лагеря, а детей в детские дома. И статистики о количестве отсидевших весь срок от начала и до конца, выживших, вышедших с территории лагеря и количестве умерших здесь женщин, таких данных у нас, к сожалению, нет. Единственное, что мы знаем, наверняка, что за 15 лет существования лагеря на его территории были рождены 1507 детей. Дети, большинство из которых были рождены в результате насильственных действий со стороны конвоя, сотрудников лагеря. Таких детей так и называли – дети Алжира. Сейчас выжившим детям Алжира за 80. Судьба разбросала их по всему миру. Но практически никто не хочет вспоминать о страшном лагерном периоде. Единицы поддерживают связь с музейными работниками. Это наша мама Казбекова Ильке. Маме было 9 месяцев, когда ее маму, то есть нашу бабушку, забрали в лагерь. Мама наша, как дочь репрессированных, попадает в 9 месяцев в Шемкенский дом малютки. И вот она там проведет до 6 лет. У астанчанки Заурея Спанова расстреляли дедушку Исмагула Казбекова по обвинению в шпионаже за то, что в 29-м году в составе научной делегации посетил Америку. Бабушка, как жена врага народа, пошла по этапу. В лагерях провела с 37-го по 57-й год. С детьми репрессированную сразу разлучили, отправив по казенным учреждениям. И, возможно, она бы их так никогда и не увидела. Но помогла профессия врача. Правительство Советского Союза дает приказ всех врачей, кто есть в лагерях, этапировать туда, где нужно, чтобы работали люди. Наша бабушка попадает в Балхашлак. Есть приказ в трудовой книжке. Она назначается заведующей больницы, начальник военного лазарета. И она, как инфекционист, лечит японских военнопленных. Вот за это ей возвращают детей. И наша мама, которая 6 лет проведет в Шемкенском доме малютки, возвращается к ней с братом, который в это время находился в Магнитогорском доме-интернате. И вот там, в лазарете, в бараке, они уже живут вместе. В первое время приходилось тяжелее всего, когда детей с женщинами сразу же разлучали при аресте. И детей распределяли в разные детские дома. Меняли им имена, фамилии. То есть делали все для того, чтобы разорвать семейные узы. Дети врагов народа, их так и называли. И в этих детских домах всегда фиксировалась очень высокая смертность среди детей. Они умирали от голода, холода, потому что должного ухода, отношения к ним не было. И вот дети, которые в этих детских домах умирали в зимнее время, их тела хранили в деревянных бочках в конце коридора. И хранили только весной, вот когда оттаивала земля. В конце 1928 года положенным обвинением были арестованы почти все активные члены партии Алаш. Среди них известный писатель и поэт Сакин Си Фулин. В музее Алаш-Арудинцам посвящен отдельный стенд. Ознакомились с ним преподаватели и студенты Казахского агротехнического университета. Долг каждого из нас – отдать дань уважения душам невинных жертв одного из самых трудных времен прошлого века, отметили участники экскурсии.